Всем привет! Сегодня воскресенье, по-моему, 14 апреля. Московская область. У нас очень и очень холодно. На улице, наверное, ну-ноль точно идет снег с дождем. Ветрище просто ужасный. В теплице-то, знаете, особо тоже не тепло. Это стеклянная моя теплица большая. Здесь 11 градусов тепла всего лишь. Достала подвесные кашпо, повесила, насыпала пока керамзит. Земли еще не готовила в кашпо. И здесь у меня вот такое сооружение. Это то, что я вывезла уже. Сейчас покажу. Здесь укровной, шестидесятка в два слоя. Поставила я все растения на столик, потому что холодновато. Сейчас я сюда заберусь. Вот. Это моя питунья, которую я высаживала, я показывала. Солнца у нас вообще нет. Она, конечно, немножко хлорозит, но это понятное дело. Привезла сегодня еще лобелию свою. Видите, она уже цветет. Я уже ее постригала, обрывала бутоны, но она уже массово набрала бутоны, и обрывать их уже нет смысла. Ну, питунья нормальная. Видите, после посадки, пересадки, я ее еще ни разу не поливала. Она даже верхний слой земли даже не подсох, потому что нет солнца вообще. Это корневой сельдерей. Ну, нормально. А это луки. Эксибишн. Это на репку. Это здесь мои однолетники. Тоже цветочки. Сегодня, наверное, их пересажу. В общем, вот такой у меня здесь беглам я соорудила. Поставила на стол, а здесь еще у меня вот такой утеплитель на утеплителе стоит. В общем, жутко холодно, но ничего не поделаешь. А вообще, я сегодня приехала, чтобы эту теплицу данную большую подготовить под высадку под томаты. Здесь у меня будут в этом году выращиваться только томаты высокорослые. Поэтому грядки мне сейчас нужно подготовить, потому что 29-30 апреля я уже буду высаживать сюда томаты. Томаты перевозить я буду во вторник, потому что у нас как раз со вторника начинается потепление. Будет хорошая плюсовая температура и днем, и ночью. Поэтому грядки в теплице я стараюсь приготовить минимум за 2 недели до высадки растений. Поэтому буду этим сегодня заниматься. Так, привезла еще я лук. Это для зелени. Замочила в гуматикалия. После того, как подготовлю грядки, просто вдоль доски плотно высажу для зелени. Также привезла картофель. Это сорт Red Scarlet. Нравится мне он. Вот всего лишь столько буду высаживать. Сажать буду в мягкие контейнеры. Для нашей семьи этого будет достаточно. Просто поесть молодой картофель. Все. Так, это у меня сияние. Это я вам сейчас расскажу. Так, занесла. Вот у меня здесь это конский навоз. Он уже, конечно, перепревший. Вот в таком он состоянии. Отлично. Занесла также уже солому. Я грядки мульчирую. С осенью у меня была посеяна горчица. Но поздновато посеяла. Поэтому то, что не взошло осенью, взошло сейчас весной. Я ее подрежу. Есть у меня вот такой замечательный плоскорез. Оставлю ее в грядках. Затем засыплю конским перепревшим навозом. Просыплю сиянием 2. Замульчирую соломой. Пролью сиянием 1. И все. И грядки у меня практически готовы. Через 2 недельки можно смело уже высаживать сюда томаты. Почва будет просто замечательная. Земля у меня просто отличная. Я постоянно вношу органику. Здесь засеваю сидератами. Куча червей. Но это не именно для видео я вытащила. Вот правда. Они вот так копошатся. Все живые. Земля у меня здесь очень легкая. Вот я копнула сейчас рукой. Вот он червь. Ну потому что они у меня здесь обитают. Вот червяк. Видите, я просто копнула. Потому что здесь есть что покушать. Поэтому они здесь и живут. Вот он. То есть червей здесь полно. Итак, сейчас вот я притащила уже мешок с конским наузом. Сейчас я буду его раскидывать. Вот не помню, то ли он 2-х, то ли 3-х годовалый. И слегка тем же плоскорезом я заделываю его в почву. Получается вот такая вкуснота, но еще не готовая. Сейчас я в обязательном порядке добавлю микробиологическое удобрение. Это сияние номер 2. Удобрение я уже рассыпала по земле. Достала солому. И сейчас ее аккуратно разложу на грядки. Но слой у меня получится небольшой, так как это солома с прошлого года. Всего 5 мешков осталось. На следующих выходных привезу свежий. И сюда я ее досыплю. После того, как сейчас я это все сделаю, я в обязательном порядке пролью таким микробиологическим удобрением. Это сияние номер 1. Как его использовать, как разводить. Вообще все подробно есть в инструкции. Поэтому никаких затруднений в применении этих препаратов, я думаю, не вызовет. Спасибо. 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 Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Спасибо. Субтитры сделал. Спасибо. Субтитры сделал. 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 будут перцы и огурцы я подготовлю уже в конце этой недели тоже. Я посмотрела погоду, тепло в московской области передают со вторника, поэтому во вторник у меня вся моя томатная перечная рассада переезжает в эту теплицу. Я ее буду выставлять прям по соломе в гряду и на кровати поставлю дуги и накрою кровным, потому что первое время, конечно, и будет им прохладно и самое главное, чтобы лучи солнца не сожгли листву, потому что рассада у меня очень нежная, выросла она на подоконнике, поэтому вот так вот. Ну, хотела вам показать, как я готовлю грядки к высадке. У меня на сегодня все. Если вам было интересно, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok